Наверное, с этого стоит начать. Проколик либо хорошо, либо никак. А насколько легко туда попасть? Пищевод схватывает эндоскоп так плотно, как в тиске. Когда мы проводим эндоскопические исследования. Как вы это можете эндоскопически померить, я не знаю. Все в этой жизни требует приложения мозга и рук. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы с вами находимся в желтой студии. И у нас сегодня с вами гость Александр Александрович Смирнов. Руководитель отдела эндоскопии, НИИ, хирургии и неотложной медицины. Правильно я сказал, да? Все правильно. Также доцент кафедры госпитальной хирургии номер 2. Первого медицинского университета города Санкт-Петербурга. И П. Павлова, да? Есть первый мед в Москве, а есть первый мед в Санкт-Петербурге. Александр Александрович, первый мед в Санкт-Петербурге. Ну и вообще он еще мой друг, а еще он блестящий врач. И я знаю, что, Сан Саныч, ты, по-моему, положил, так скажем, на плаху пищевод, исследования в пищеводе. И от себя могу сказать только одно, что иногда приходят пациенты, которые, ну, в поисковике, как сейчас модно в интернете, найти врача, там, про лечиться с пищеводом, там, и так далее. Всегда выпадает вот первый мед, да, и непосредственно Александр Александрович Смирнов. Тема нашего сегодняшнего разговора будет, это холозия пищевода, ну, и вообще, наверное, мышечные заболевания. Сегодня попробуем просто о них поговорить. Александр Александрович, первый вопрос тогда. Холозия пищевода, это что за заболевание такое? Ну, я объясню, потому что, ну, холозия, все понимают, там, какой-то спазм, да? Да, вот, как вы видите это заболевание? Приветствую. Спасибо большое за приглашение в эту студию, во-первых. Я сразу загрузил вопросами. Да. Нет, очень приятно быть здесь, общаться с тобой, Володь, всегда. Вот. И вопрос, конечно, интересный, да. Начну, наверное, так немножечко с другой стороны. Иногда присылают пациента, которого нужно посмотреть, провести диагностику и ответить хирургам на вопрос, это ахолозия или кардиоспазм. Такой очень частый вопрос, вот, который, если мы сейчас к этому... Сегодня вопрос, какая разница. Да, вот мы сейчас к этому подойдем как раз, да, что, к сожалению, диагностика в нейрозобычных заболеваниях, ахолозии в том числе, она немножечко вперед уже убежала, и появились приборы и другие, соответственно, классификации, которые эти приборы дополняют. И вот, наверное, с этого стоит начать. Рассказать о том, что сейчас уже в данной ситуации, в данное время существует четвертый пересмотр Чикакской классификации нарушения моторики пищевода. Вот. Она, по-моему, 21-го года самая свежая. Предыдущая была, на которой мы вот учились и все время работали, была третья, 15-го года пересмотр, а сейчас четвертая. Вот. Она основана на использовании манометра высокого разрешения, который производит несколько фирм, все они зарубежные. Вот. Аналогов не будет? Ну, пока нет. Хотя, если честно, аналоги были советские, да, то есть восьмиканальный манометр был, и, в общем, его так или иначе использовали. У него были свои недостатки, потому что количество датчиков, которые находятся в карде или около нее, то есть в проекции нижнего пищеводного свинктора, должно быть достаточно большим, чтобы поймать вот эти изменения, которые для нас важны. Вот. Восемь каналов по всему зонду не позволяли этого сделать, сейчас каналов там 20-24, или, допустим, твердительная катода там 36 уровней измерения, а каналов в 4 раза больше получения информации, то есть это там более 100 точек, это очень серьезно. Вот. Ну и, соответственно, что изменилось? Да, то есть раньше говорили о том, что есть кардиоспазм, это болезнь, которая характеризуется спазмом кардии. То есть, в принципе, клиницисты, они понимали, что болезни-то разные, но этого не хватало для того, чтобы составить какую-то грамотную классификацию, потому что рентгена было недостаточно. И есть ахолазия, то есть это какое-то иное заболевание, когда просто лечение кардиоспазма типичное, оно почему-то не помогает. Вот два заболевания. Ну вот сейчас, собственно, современная классификация, как сказать, она говорит о том, что есть три типа ахолазии, как минимум. Да, это первый тип, вот тут, видимо, кардиоспазм, который имелся в виду ранее, то есть это широкий пищевод, который не имеет перистальтики абсолютно никакой, ни нормальной, ни ненормальной, то есть атипичной, он просто не перистальтирует вообще. И выраженный кардиоспазм или кардиостеноз, вот, собственно, это первый тип ахолазии, как правило, это длительно болеющие пациенты, но не всегда, иногда, допустим, мы встречаем такие пищеводы у детей, то есть мы не можем говорить, допустим, что 10-летний ребенок болеет 30 лет, так не бывает, да, то есть где-то 20 лет он потерял. Поэтому, видимо, есть и другие причины для возникновения первого типа, не только длительное течение заболевания. Есть третий тип, это такой совершенно иной тип, да, когда, я намеренно второй пропустил, когда при третьем типе имеется перистальтика по всему пищеводу. Она сохранена, но она не нормальная, это нарушенная перистальтика. То есть, грубо говоря, неэффективная. Да, то есть третий тип отличается тем, что эта перистальтика, она ускоренная, да, то есть, условно говоря, в чем это выражается? Выражается в том, что проведение сокращений по пищеводу, они идут быстрее, чем по пищеводу двигается пищевой комок. Это вызывает дисфагию по другой причине, да, то есть просто пищевой комок постоянно на каждом этапе пищевода, он упирается в сомкнутый пищевод. То есть, мучения для человека есть, и он ничего поделать с этим не может, то есть, по сути, у него нарушен основной рефлекс. Эндоскопически как это может выглядеть? Эндоскопически это может выглядеть, во-первых, если третий тип имеется в виду. Да, да. То есть, это какой-то хаотичный сокращающийся пищевод, что, кстати, может быть подобно и нормальному пищеводу, допустим, человека, который сильно испуган во время эндоскопии. Да, он нервничает, волнуется, у него тоже много сокращений. Эндоскоп хорошо проводится? Иногда нет, иногда нет, да, то есть, иногда прямо вот бывают пациенты, у которых пищевод схватывает эндоскоп так плотно, как в тиске, что приходится ждать, пока он его освободит. Но это, как правило, немножечко другая патология, это уже не ахолазия, это гиперконтрактильный пищевод. О нем можно чуть попозже тоже будет поговорить. Вот, ну и, соответственно, второй тип, да, это тип ахолазии, когда перистальтика есть, как бы, то есть, вернее, перистальтики нет, есть какие-то сокращения пищевода, они называются вторичные или третичные. Это сокращение пищевода как бы на месте, то есть, нет никакой последовательной перистальтики, но есть какие-то такие вот сжимающие пищевод сокращения, которые накачивают внутреболюстное давление, давление внутри пищевода. Ну и, соответственно, это отображается на монометрии тем, что у нас имеется тотальное повышение давления внутри просвета пищевода, такой вот высокий контур, да. То есть, это второй тип ахолазии, и все три типа ахолазии, кроме этого, они характеризуются высоким давлением в области нижнего пищеводного сфинктера. То есть, все это обязательные условия? Обязательные условия, да. Когда мы проводим энцикопические исследования, мы упираемся вот в пищеводно-желудочный переход, будем говоря, да, который вот спазмирован. Да, но вот очень часто мы слышим такие заявления, что монометрия – это такое наукоемкое исследование, что оно как бы совершенно не нужно для практического использования, что там типа вот, видимо, рентген, там есть ахолазия, надо ее оперировать. Причем очень авторитетные люди это говорят, мы знаем их с вами. Но вот есть четкое понимание, да, что давление, если пищевод не лечен, то есть нативный пищевод, то давление, среднее давление, расслабление в кардии, то есть минимальное давление, да, более 15 мм втутного столба является показателем ахолазии. То есть 15 мм. Как вы это можете эндоскопически померить, я не знаю. На рентгене тоже мне непонятно, да. То есть все-таки здесь необходимо числовое значение, количественное, и это дает только монометрия. То есть когда мы говорим о каких-то простых, понятных случаях, окей, можно ограничиться рентгеном, наверное, если нет монометрии. Но учитывая, что монометрия в крупных все-таки городах сейчас появилась и развивается, наверное, не стоит, имея под рукой специалиста монометрического профиля, не воспользоваться. Есть еще в Санкт-Петербурге где-то монометрия, ну, так, чтобы с хорошим эффектом делать. Ну, насчет эффекта это же не нам судить, да. Не суть, где вы ее делали. Пациенты, говорят, голосуют ногами всегда, они ходят к тому, кто им нравится. Насколько я знаю, есть в 40-й больнице монометр, вот. Но насчет качества я ничего не могу сказать. Как бы проколект либо хорошо, либо никак. Поэтому у меня нет никаких данных. Нет, я знаю, что просто у вас самый большой такой центр. А насколько легко туда попасть? Ну, потому что пациенты с эхолазией попадают, ну, в разных учреждениях. Не знаю, насколько сложно их оперировать или несложно, но почему-то многие клиники берутся, да. Ну, отсюда вот вы скажете, что не всегда монометрия нужна, ну, потому что не всегда она, наверное, доступна, да. То есть вот к вам легко попасть или нет? Ну, достаточно легко. Я не скажу, что эта процедура делается сегодня, когда вы позвонили, да, прям. Нет, конечно. То есть есть какое-то несколько дней ожидания. Но, в принципе, там в течение полутора недель вы всегда можете попасть. Учитывая, что у эхолазии есть какие-то некое ощущение, нет никакой спешки, да, настолько выраженной. Вот. И пациенты с эхолазией умеют ждать, и они очень благодарные пациенты в плане ответа на терапию. Поэтому всегда там полторы-две недельки подождать для них, в общем-то, небольшая. В течение двух недель, я могу сказать, железно любой пациент может попасть на монометрию. Подготовка требуется у этих пациентов какая-то? Или это строго просто натощак? Хороший вопрос. Если мы говорим про эхолазию, то есть мы же понимаем, да, что пациентов, пул пациентов, которые подвергаются монометрии, это ведь не только эхолазия. Это и пациенты с грыжевыми пищеводными диафрагмами, пациенты с клиникой рефлюкса, пациенты с клиникой каких-то вообще, в принципе, нарушений глотания зачастую, может быть, и не пищеводного профиля, да, вот. Просто для дифдиагноза чего-то еще. Это какие-то изофагиты, в том числе резинофильные. То есть, в принципе, этим пациентам подготовка не требуется. Но если имеется выраженное нарушение эвакуации из пищевода, как при эхолазии, да, когда у нас есть баллонообразные пищеводы, заполненные пищевыми массами, несколько дней, которые там находятся, конечно, таких пациентов смотреть не то, что некомфортно, просто зачастую невозможно, да. То есть, вот в этом вот содержимом пищевода бывает очень трудно найти спазмированную или стенозированную кардию, чтобы провести туда зонт, а это необходимые условия для того, чтобы правильно провести исследование. А зонт вы проводите под энцикопическим контролем? Нет, зонт проводится вслепую. То есть, нативная методика первичная – это проведение зонтов вслепую. Да, то есть, ну, как вот мы ставим на загастральный зонт, так же мы ставим и этот зонт в расчете на то, что он у нас проходит. Потому что есть четкие анатомические ориентиры, когда у нас зонт правильно установлен. Так вот, у пациентов с эхолазией это далеко не так, как у всех. Это вообще отдельные пациенты. Есть пациенты в сеномонометрию, а есть пациенты с эхолазией. Это как бы вторая группа совершенно, намного более сложная. И зачастую, как вы правильно подметили, там нужно использовать эндоскоп или рентген для того, чтобы увидеть, да, и под контролем какого-то из этих методов правильно поставить и позиционировать зонт. Это очень важно. Собственно, поэтому подготовка это зонт, пищевод, отмывание пищевода до достаточно чистой воды, да, для того, чтобы можно было проводить исследование в свободном от масс пищеводе. Потому что это тоже маскирует какие-то вещи. Как долго длится это исследование? Зависит от, во-первых, легкости установки зонда. То есть, если зонд устанавливается в течение 5-10 минут, 5-10 минут, да, то, ну и все остальное исследование, по сути, это там 10 основных тестовых глотков, да, то есть каждый глоток, там, может быть, минута. Вот, и плюс какие-то провокации, что-то еще, то есть, ну это еще там минут 10. Ну, то есть, вот, если у нас все более-менее штатно, то это полчаса. Плюс сбор анамнеза, плюс потом обсчет, да. То есть, ну обсчет уже проводится без пациента, он уже сидит там в каком-то отдельном помещении, ожидает, а специалист рассчитывает показатели, потому что, то есть, самопсимонометрия, это только сбор данных, которые потом нужно еще правильно обработать. Это вторая часть ее работы, она даже, можно сказать, более сложная, вот, для правильного обсчета тех графиков, которые получены. Большую часть техника делает? Нет, как раз техника очень, это очень, мы начинали с этого в свое время, да. Нам казалось, что сейчас мы купим манометр, ставим в пациента, и принтер нам распечатает диагноз, чтобы можно было сразу провести его в операционную. Ну, совсем не так оказалось. То есть, на самом деле, все в этой жизни требует приложения мозга и рук, в том числе манометра, причем большого, да, то есть, это огромное, ну у нас, вот, наши специалисты в этом кабинете за эти годы сделали полторы тысячи исследований манометрических. Это огромное количество пациентов, причем это не просто пациенты, да, это пациенты пропущенные через размышления, обсуждения с нами, пациенты, которым за это, после этого выполнялась эндоскопия, в большинстве случаев, или рентгеноскопия, или то и другое. Еще прооперирована, наверное, какая-то часть. Да, и, конечно, большая часть, ну, небольшая, но определенная часть прооперирована. Соответственно, все это сравнивается, и в голове специалистов разных профилей укладывается. То есть, это мультидисциплинарный подход, который очень сильно влияет на повышение. Контроль вот тех пациентов, которые вы пролечили, то есть, вот тех, которые вы прошли манометрию, да, и в последующем какой-то контроль за ними проводился, ну, контрольное исследование манометрическое. Имеется в виду после операции? Да, да. Конечно. После операции, а были после дилатации? То есть, вы же всех пациентов прооперировали, или же кого-то отправили на какие-то другие, там, ботекс, допустим? Ну, хороший вопрос. Вопрос отличный, на самом деле. То есть, и он прям даже стоит вообще отдельного обсуждения, потому что я апологет оперативного лечения ахалазии. В принципе, мне оно нравится, я в нем как бы разбираюсь, и я вижу его эффект. Мы знаем, что существуют исторически, да, устоявшиеся и, скажем так, эффективные методы лечения. И эволюционные пути, я бы сказал. Да, нет, ну, мы говорим о баллоне, допустим, да, если, то есть, называть там вещи своими именами, это баллонная дилатация кардии, и это операция Геллера, да, выполнена в том или ином варианте, ну, в общем, вот два таких метода. То есть, до появления пойма они были оба золотым страдатом, и сейчас, по большому счету, ничего не изменилось. Клиническая эффективность первичная их, краткосрочная, очень хороша, да. Да, то есть, в принципе, надо говорить, что они почти сопоставимы с поемом по клинической эффективности. Вот, но если говорить о баллонной дилатации конкретно, то отдаленные результаты значительно хуже. Чуть-чуть вклинись, просто, ну, как вот один из таких комментариев, наверное, то, что, насколько я знаю, по-моему, вы вместе с Олегом Борисовичем сделали первый поем здесь, в России, по-моему, да? О чем даже и публикация вышла в свое время, то есть, вот, ну, опыт, это когда было, можете напомнить? Это было в 2012 году. 2012 год, сегодня 2022, юбилей. Да, 10 лет мы занимаемся этим, это факт. Спасибо тогда профессору Ноэ, что мы вот с Олегом Борисовичем увидели это все и приехали, у нас глаза горели, мы хотели это сделать. Как дату помнишь? Нет, дату не помню, честно. Надо отметить. Ну, вообще, ну, это легко найти, да, потому что это операция проводил диспансерий, там не так много было, и, конечно, она там записана в операционных журналах. Вот, мы приехали, мы, конечно, ничего еще, ну, я, по крайней мере, ничего в охлазии толком не понимал, у меня было, скажем, был навык хирургический в руках эндоскопический, мне хотелось его куда-то воплотить, как и Олегу тоже, наверное. Он немножко больше разбирался в охлазии, потому что он тогда писал как раз диссертацию об этом, и он занимался и баллонной дилетацией, и введением ботокса они занимались с Михаилом Павловичем Королевым. Но это была, конечно, иная методика абсолютно. Абсолютно иная, она такая, конечно, более новая. Могу сказать сейчас ретроспективно, то есть у меня, в общем, написана докторская диссертация, она вот находится в финальной стадии, и много, конечно, было пропущено через себя этой информации, что поэм – это самая безопасная процедура. Кроме того, что она клинически самая эффективная, но ее клиническая эффективность, по крайней мере, краткосрочная, не выходит за какие-то статистические рамки, как правило. Да, то есть и гейлер эффективен, и баллон эффективен, но у определенных пациентов в краткосрочном периоде. Если мы говорим о долгосрочном наблюдении, баллоны, скажем так, теряют до 50% свою эффективность в течение нескольких лет. То есть, ну, это при очень хорошо выполненной баллонной дилетации. Форсированной, да, когда мы используем баллоны, там, 30-35-40 миллиметров, а мы знаем, что риски тогда высоки. Вот было очень хорошее британское исследование, в котором кого-то было, там, порядка 10 тысяч, могу соврать, много пациентов было очень. Это исследование за много лет провели они пациентов с эрхолазией, которых наблюдали и дилетировали баллоном. И они сказали не только о том, что есть значительный процент клинического рецидива, но есть 1,9% летальности после баллонной дилетации в Британии по поводу эрхолазии и кардии. То есть это серьезно, то есть, извините, больше процента людей у них умерло. Там были свои нюансы, да, пациенты эти амбулаторные в основном, они уходили домой, многие, видимо, не обращались или обращались поздно с медиастенитами уже. Ну, и вот отсюда эта причина. Больше для нас что-то, да, как правило. Но о чем это говорит? О том, что баллон, мало того, что мы знаем, да, что это не всегда контролируемая методика, самая опасная баллонная дилетация первая считается у пациентов с эрхолазией. То есть потому что, когда пищевод еще не готов, нет рубцов вокруг, ничего не было порвано, то есть самая опасная первая баллонная дилетация. Вот. Если мы не делаем ее форсированно, то она не очень эффективна. Если делаем форсированно, то имеем риск развития разрыва 2-4%. Это тоже, как бы, вот такие значительные исследования, которые показывали. Сан Саныч, слушай, можно вернуться еще раз? Ну, просто я не могу пропустить мимо опыта, который имеется у вас в монометрии, да? И вот именно оценка монометрии, вот вы проводили, вот тех, которых пролечили? Конечно. Ну, есть результаты, то есть вот такие? Конечно, нет, результаты есть, несомненно. Да, то есть первое, смотря о каком типе мы говорим. То есть всегда должно уменьшиться давление в области нижнего пищеводного сфинктера. То есть это прям вот показатель, да? Это первый тип. Любой тип. Любой тип мы в любом случае рассекаем, где бы мы ни начинали разрез, он должен закончиться разрушением нижнего пищеводного сфинктера. То есть это деструктивная операция, по сути своей. Он всегда делается полностенно или нет? Это вопрос очень дискутабельный, на самом деле. Он дискутируется не только там вот у нас там во время операции, но и во всем мире, как правильно делать, да? Потому что многие говорят, что самое главное лечить дисфагию. А будет ли там рефлюкс или не будет, это уже вопрос десятый. Есть данные после лапаротомических и лапароскопических миотомий? Данные имеется в виду какие? Ну, русские там какие-то. Ну, первые медицинские, я так понимаю, это серьезные организации, давно уже существующие. Подобные операции наверняка там выполнялись. Имеется в виду по поводу ахолазии? Да. То есть кардиопластика открытая и лапароскопическая? Ну, большого такого объема, чтобы можно было сравнивать, там нет, но он есть в литературе. То есть совершенно не обязательно там брать наши результаты, да? То есть голландцы, американцы и британцы не сильно отличаются. Я тут, ну, не так давно нарвался на пациента, ну, нарвался, наверное, в силу, ну, как обычно бывает. То есть мы издалека с ним общались, снимки видели, монометрия сделана, все нормально. Ну, это всегда так, да. Человек на столе, как бы все в порядке. Операция, то есть миотомия, рассекли и все, и встряли в зоне, ну, как раз вот нижней пищеводного сфинктера, где такой достаточно, как два пальца рубец толщиной и небольшой слой мышцы всего лишь. Ну, то есть циркулярный слой сохранен, а дальше это вот большой такой, два пальца толщиной рубец. То есть, а при этом, ну, внутренний, получается, циркулярный слой у него был сохранен, а наружный, видимо, рассечен и заменен рубцовой тканью. Вот и вопрос такой, было ли какое-то сравнение, то есть, когда они полностенно рассекали и когда неполностенно? Да нет там существенной разницы. Существенной разницы, то есть, по крайней мере, в тех исследованиях, которые мне приходили, попадались на глаза, да, при работе, то есть, существенной разницы... Ну, между полностенной и неполностенной не было. То есть, это не способ избежать рефлюкса, я бы так сказал. Мы сейчас говорим о том, что поем – это очень эффективная методика. Если нам нужно сделать чуть-чуть эффективнее, мы просто чуть больше рассекаем мышцу ниже пищеводного сфинктера. Но при этом мы должны понимать, что в такой ситуации, при незащищенной кардии, мы получаем рефлюкс, ну, минимум, в 40-45% случаев. Иногда, ну, многие говорят, что до 100%. Вот. Но до 100% нет, но... Насколько чувствительно? Рефлюкс тоже бывает иногда чувствительно, иногда нет. То есть, проблемы с воспалительным характером наверняка там будут, а вот проблемы с клиническими проявлениями, то есть, наверное, не всегда. Согласен, но зачастую пациенты с ахолазией очень противоречиво реагируют на наличие рефлюксной болезни, да, индуцированной вот поемом. Кто-то, особенно в тяжелых случаях, не чувствует ее вообще. То есть, нет изжоги и все. То есть, пищевод нечувствительный, то есть, это, видимо, связано с аганглиозом не только с моторным, но и с чувствительным. Вот. У кого-то, наоборот, минимальная эрозия вызывает достаточно выраженные ситуации, ощущение изжоги, боли и загрудиной, да. А учитывая, что все это попадает, по сути, боли загрудиной, они попадают в шкалу оценки эффективности операции, то зачастую эта изжога, она тоже снижает балл по экраду. Вернее, повышает, наоборот, ее, да, потому что появляется боль загрудиной. Это как бы изжога, но это симптом, да. И очень важно пациента правильно опрашивать после операции и дифференцировать, это изжога или это боли от спазма сохраненного, потому что мы мышцу недорассекли. Вот. Но в любом случае эти пациенты симптомные. То есть пациенту, в принципе, все равно, от чего у него экрад поднялся, от чего у него боли, от изжоги, то есть их надо лечить. Вот. И с другой стороны, когда мы делаем контроль эндоскопический, а это очень важно, да, и мы видим там эрозии, допустим, B или C, там, по Лос-Анджелесу, а иногда и D бывают, да, то мы же не можем так просто это оставить. То есть если это оставить, мы понимаем, да, что эта эрека течет, рано или поздно будет или кровотечение, или рубец, или опухоль. То есть что-то там вырастет все равно. Сан Саныч, у нас уже время заканчивается, тема вообще, ну, мы только начали говорить. Я могу долго, да. Чем же отличается кардиоспазм от ахлазии в итоге? Я могу сказать, что надо просто различать два понятия, да, надо понимать, что есть пациенты, которым нужна короткая эмиротомия, им ее достаточно, и есть пациенты, которым нужна длинная эмиротомия. По сути, мы сейчас пришли к тому, что, это один из итогов моей работы научной, что нужна либо ультрадлинная эмиротомия, либо короткая. То есть средние варианты пока обсуждаются, пока обсуждаются, да. То есть с ними не очень понятно, да. Конечно, второй тип наиболее эффективный для любого способа лечения, вот. Но мы говорим о том, что самые сложные, третий типы коварные, да, но манометр позволяет его диагностировать, но все тоже не так гладко. Вот, и если хочется подробнее, то эти публикации существуют, мы много об этом писали, это в журнале хирургии Мени Грекова, несколько публикаций по поводу сложности диагностики ахолазии и калди. И манометрической, и эндоскопической, и геноскопической, там все это описано очень подробно, можно посмотреть в открытой подписке, это есть. Спасибо большое, уважаемые друзья, дорогие коллеги, оставляйте ваши комментарии, и мы попробуем ответить на все ваши вопросы, которые возникают. Вот, Сан Саныч, я надеюсь, что мы с вами еще раз встретимся. Ну, не исключаю этой возможности. Очень приятно было вас видеть. Все, всем привет, и до скорых встреч.